Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Честное мнение». В студии сегодня Светлана Ладина и иеромонах Макарий Маркиш приехал к нам из Иваново-Вознесенской епархии. Батюшка, очень рада вас приветствовать. Благословите нас, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья! Господь вас всех благословит. Благодарю вас всех за приглашение. Друзья, отец Макарий в Екатеринбурге прочтет несколько лекций завтра в Духовно-просветительском центре «Царский». Это рядом с храмом на крови. Тем будет несколько. Церковь в современных реалиях. Вторая тема – терроризм. Что мы можем этому противопоставить? И третья – социальные сети. Вот про социальные сети сегодня хотим поговорить и просим вас высказать ваше честное мнение. Во-первых, когда мы общаемся в социальных сетях, наверняка каждый из нас вырабатывает для себя определенные правила. Вот какие правила есть у вас, чего вы придерживаетесь. Дальше. Сколько времени вы уделяете вот таким беседам, общению в соцсетях? Бывает ли, что против воли это время затягивается? Ну и вопрос о троллях. Как их опознать и что делать, когда вы поняли, рядом с вами находится тролль? Ну, естественно, рядом с вами в сети интернет. Звоните нам по телефону 379-65-70, код города 343, пишите ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз». Отец Макарий, вот я те же самые вопросы вам адресую. С удовольствием вам отвечу. У меня есть некоторый опыт работы в качестве инженера, компьютерщика, программиста. И мы там, любой инженер, я надеюсь, в том месте, где я работал, очень строго придерживался такой линии, чтобы наша работа ни в коем случае не была в порабощении у техники. Чтобы техника служила нам. Не мы служили технике, а техника нам. Это по-английски ещё проще всё выражается, но я, надеюсь, объясняю понятно. Так вот, когда мы говорим «общение в соцсетях», по неволе мы как будто бы становимся, попадаем в некое рабство или под контроль, в зависимости от техники, от сетей. Нет, это неправильно. Это я или вы, или мой корреспондент, мой собеседник ведём разговор. А соцсеть – это всего-навсего посредник, как вот телефон сотовый, который я выключил, или даже обычный телефон. Поэтому общение в соцсетях ничем не отличается от самого обычного, нормального, равновешенного, благотворного человеческого общения, которому все мы привычны примерно с 5-6 лет. А вот нам давно больше. Да, но когда мы общаемся друг с другом в реальной жизни, мы видим глаза собеседника, мы сами выступаем с открытым забралом, даже если мы спорим, мы лицом к лицу высказываем своё мнение, мы слышим интонацию собеседника, мы контролируем в идеале свои интонации. И поэтому мы всё-таки в большей степени держим себя в руках, чем когда наши лица закрыты, интонации не слышны, и вы сами знаете, какие баталии разворачиваются даже на православных страничках. Баталии разворачиваются по человеческой глупости, греховности, пустословию. Вот это такие качества человеческие, которые приводят, так называемые кавычки, к баталии. А нормальные люди, к числу которых, я надеюсь, относятся мы с вами, ну, голова-то работает, слава богу. Мало того, когда вы в трамвае, там вас обидят или оскорбят, ну, бывает, да, какой-то эмоциональный всплеск. Когда же вы работаете клавишами, и вы написали что-то не то, а потом смотрите, что-то я не то написал, у вас есть какая-то красная там кнопочка или какая-то там есть, мышь, для того, чтобы убрать ненужную формулировку и переночить её на нужную. Иными словами, моё заключение, моё замечание состоит в том, что человеческие грехи, слабости, недостатки и всякого рода другие дефекты, они приводят к тем самым баталиям, или скандалам, или пустословию, которые столь распространены в соцсетях, и которые та соцсеть, в которой я участвую, а именно Елица и Рью, во всяком случае, вот проект «Вопросы батюшки» полностью ликвидирует, блокирует, устраняет. Спасибо, батюшка, у нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Это Евгений Александрович, наш постоянный зритель из Белгорода. Мы его по голосу узнаём уже много лет. Евгений Александрович, слушаем вас. Да дело в том, что я, допустим, в сетях занимаюсь тем, что мне конкретно нужно, понимаете? А когда человек просто называется выражение «сидит в сетях», вот это самое не нужно делать. Согласен. Потому что он становится зависим от этого. Когда человек обращается какой-то информацией в процессе жизни, это нужно. А вот «сидеть в сетях» не нужно. Согласен. Потому что там получается пустословие, правильно. И ничего и толку от этого не будет хорошего. Вот и всё. Строго правильно. Правильно совершенно считаете. Спасибо, Евгений Александрович. Совершенно верно. Но священнослужителю, и мне лично, и огромному другому, огромному числу других священнослужителей приходится отвечать на вопросы, которые в соцсетях возникают. И это общение. Есть примерно такое же общение, как общение, ну, или работника справочного бюро, или преподавателя, в конце концов, который проводит консультацию с студентами. Вот какого рода общение. Нас спрашивают, мы отвечаем. Единственное отличие работника справочного бюро от нас ещё в том, что мы за вопросом стараемся увидеть человека. Если, ну, это нечасто бывает, но тем не менее бывает. Один из десяти или двадцати вопросов – это вопрос какого-то горящего, болящего сердца, а не, можно сказать, какого-то форму любознательности и любопытства. И когда видишь, обнаруживаешь эту боль человеческую, эту реальную тревогу, реальную необходимость чем-то помочь человеку, а не дать ему информационный какой-то импульс, вот тогда, вот тогда-то и возникает общение. Будь оно в соцсетях, будь оно через электронную почту, будь оно через скайп, чего я обычно не делаю, ну, тогда вот, да, такая трудная служба священнослужителей. Спасибо, батюшка, у нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, давайте знакомиться. Меня зовут Ана, я из Тавды. Я хотела бы задать вопросу с Макарио. Вы знаете, мы бы хотели услышать ваше мнение по поводу соцсетей. А вопросы вы будете задавать на программе «Беседа с батюшкой». Она начнется в 20 часов по московскому времени. Дозвонитесь, пожалуйста. Спасибо, простите. У нас просто всего лишь немного времени. Батюшка, вот я поняла, общаться в соцсетях надо так же, как в реальной жизни. Правильно. Вот, хорошо. Вот что нам пишут наши зрители. Александр Медведев. Интернет полезная вещь, интересная, но очень много времени отнимает. Ну, он с вами солидарен. Странички есть в ВКонтакте, одноклассники. Не работаю, потому что много трачу времени на интернет. То есть человек понял, что он там зависает и себя ограничил. Но сначала утром молитва, потом развлечения. Иногда я канал «Союз» смотрю через интернет-сайт. Саша, спасибо вам. Это тоже наш постоянный зритель. Вот такие отклики. И, кстати говоря, откликов о том, что я туда захожу и там зависаю, немало. Вот что сделать с собой, когда ты понял, что если я туда зайду, а мне туда вот надо, например, по какому-то делу. Но я понимаю, что дальше что себя по рукам бить? Чего делать-то? Не надо. Две возможности есть. Как это? Жёсткая стратегия и мягкая стратегия. Жёсткая стратегия – просто выключить, убрать свою учётную запись, так называемую, из соцсети, аккаунт по-английски. Убрать, ликвидировать, оставить или прекратить общение там, оставить адрес свой электронной почты. Вам напишут, вы ответите. Когда ответите? Когда вам это удобно? Ответите на все письма, которые вам пишут. А просто участие, вот как вы говорите, в живом прямом обмене ликвидируете. Это жёсткая стратегия. А мелкая стратегия состоит в том, что вы берёте ваши часы наручные или сотовый телефон и назначаете себе время, там, 30 минут в течение суток, или 45, или сколько вам там по вашему распорядку дня. Время вышло, будильничек этот зазвенел, привет, пошли заниматься другими делами. Можно и так, и так сделать. И то, и другое помогает. На Фейсбуке Натали пишет. У меня одно правило. Стараюсь ограничивать своё пребывание в соцсетях хотя бы в постные дни и перед причастием. Но чаще всего не получается. Есть одно желание прекратить тратить своё драгоценное время на соцсети, потому что это общение уже идёт в ущерб молитве. Да, ну конечно, это большим желанием реализоваться. Если бы были рабыни в Древнем Риме или где-нибудь ещё, ну тогда да. Ну а так-то, свободные же люди, ну кто же им всё это мешает сделать? Друзья мои, давайте, берите за ум, берите за будильник, берите за компьютер, налаживайте свою жизнь по-человечески. Батюшка, ещё один вопрос. Горячие дискуссии сейчас разворачиваются по поводу инициативу о запрете абортов. И даже люди православные бьются в кровь и в усмерть с обвинениями друг друга, вот просто в чём бы то ни было. Это точно сказали. Аборт здесь ни при чём. Битьё при чём. Аборт не очень при чём. Вот я в нескольких таких дискуссиях поучаствовала, ну потому что мне кажется, что просто я обязана свидетельствовать о том, будучи мамой четвёрых детей, что деторождение – это счастье. Что дети – это счастье, что если Бог даёт детей, то Он даст всё, что для них надо. Это было проверено на нашей небогатой семье, где работал один папа. И вот это прям правда. По-английски хорошее выражение «preaching to the choir» означает «проповедь певчим». То есть, когда мы говорим что-то, что нашим слушателям без того уже известно. Священники проповедуют певчим, он пришёл проповедовать людям другим, а певчим нечего проповедовать. Вот примерно так же. Ну, дорогая моя, ну зачем это, так сказать, вопрос о том, что аборт – это убийство ребёнка. Не нужно здесь даже рта открывать. И все дискуссии, которые происходят на этом, пусть они происходят в Государственной Думе, или, я уж не знаю, где в Верховном Суде, между судьями или между депутатами, а нам-то что дискутировать? Обращение о запрете абортов подверг, подписал его. Ну, наверное, он тем самым дал пример всем остальным верующим людям сделать то же самое. Вопрос – это чисто тактический. И лидерство, так сказать, возглавление в этой тактике принадлежит, в данном случае, церкви, её священно-началию. Священно-началий нам даёт это направление, мы ему следуем. В чём-то тут сомнения-то какие. Спасибо, батюшка. И ещё одна тема. Вот я не зря тут припасла такую табличку и вам такую же подсунула. Друзья, мы завтра начинаем марафон. Он будет называться «От Сергия до Покрова». Всё дело в том, что у телеканала «Союз» за период летних вот этих вот финансовых провалах, которые каждый год возникают традиционно из-за отпусков, дачных участков, ремонтов, сбора детей в школу, что совершенно понятно, накопился огромный долг. Вот мы с вами в пасхальный марафон собрали более 20 миллионов рублей, а сейчас нам с вами надо собрать 44 миллиона рублей. Если мы соберём ещё больше, то это пойдёт и на развитие телеканала «Союз», и мы сможем перейти в формат вещания 16 на 9. Это будет очень здорово, но для этого надо просто выжить. Вы не пугайтесь, если мы все вместе, как всегда, вот так напряжёмся и соберёмся, то всё у нас получится. Я совершенно уверен, что эта сумма, как она выглядит, может быть, немножко крупной для индивидуального кошелька, но помним, что мы работаем вместе, что это наше общее дело, что церковь – это не мы, а это все мы, все мы. И пускай все мы немножко поучаствуют в материальных, в материальных, в финансовых поддержке церковного телеканала «Союз». Спасибо, батюшка. Друзья, действительно, 100 рублей, 200 рублей, пожертвованные каждым зрителям, ситуацию выправят. И если бы эти пожертвования поступали ежемесячно, то мы не занимались бы вот таким профессиональным попрошайничеством, которым уже просто начинаем привыкать, и нам и неловко с другой стороны. Но выхода другого нет. Я не вижу здесь никакого ничего постыдного, ничего такого. Это совершенно правильно. При ношении церковь с самого начала, читайте послание апостола Павла Коринфяна II, второе, пожалуйста, действуйте и участвуйте, участвуйте, поддерживайте, помогайте, приносите, приношение. Помните, что просфора по-гречески – это есть приношение. Пожалуйста, действуйте, друзья. Спасибо вам, отец Макарий. Друзья, дорогие, через несколько часов в прямом эфире телеканала «Союз» в рамках программы «Беседы с батюшкой» и романах Макарий Маркиш будет отвечать на ваши вопросы целый час с 20 часов по московскому времени. Пожалуйста, дозванивайтесь, спрашивайте. Еще хочется очень поздравить всех педагогов с профессиональным праздником, и отца Макария тоже. Батюшка, вы преподаете? А кто из нас не преподает? Ну вот, пожелать всего самого-самого доброго. Ну и всех вас призываем подключиться к марафону «От Сергия до Покрова». Стартуем мы 6 октября и надеемся в Покровский праздник. Все-таки уже благодарить всех за победу над финансовым кризисом. С вами были и романах Макарий Маркиш, Светлана Ладина и программа «Честное мнение». Даст Бог, завтра увидимся. Друзья, всего доброго. Игорь Негода.